Александр Долуденко выбрал квартиру в этой новостройке как экономной в содержании. У дома есть собственная котельная. Сначала будущий новосел познакомился с управляющей компанией и с некоторыми жильцами, убедил обслуживающую организацию разрешить им сразу перейти на эконом-режим, то есть пользоваться индивидуальными счетчиками. В компании пошли навстречу. Управляющая компания выставила такое, скажем так, ультиматум, что она будет принимать приборы учета только если будут сняты все квартиры. Все показания счетчиков будут переданы непосредственно управляющей компанией. Поэтому мы с жильцами создали инициативную группу и раз в месяц ходили, снимали все показания. Пока длится ремонт, думал Александр, платежи за нежилую и заявленную экономную квартиру будут копеечными. Спустя год, к осени 2017-го, люди заметили, суммы отнюдь не маленькие. Больше половины съедает плата за общедомовые нужды. Всего лишь 0,4 гигакалория, а УДН мне выставили 0,7 гигакалория. И сумма, на самом деле, более-менее еще по-божески 2, ну округлим 2,200. В то же самое время, за февраль, достаточно тоже теплый месяц, мне насчитали 3,5 тысячи. Жители обратились к управляющей компании с просьбой организовать проверку. И выяснилось, все это время люди платили неправильно. Их индивидуальные приборы учета на тепло официально не введены в эксплуатацию управляющей компании. Собственников перевели на общедомовый счетчик, сделали перерасчет за год. У некоторых вылез долг в среднем по 5 тысяч рублей. Жители возмущены. Говорят, обслуживающая организация должна была проследить за своевременной приемкой счетчиков. Нет, не должна. Обязанность собственников, когда собственник въезжает в помещение жилое, согласно 81 пункту 354 постановления, обратиться в управляющую организацию с заявлением о том, чтобы приняли в эксплуатацию его приборы учета. Госжилинспекции об этом доме знают. Из-за обращений жильцов уже дважды оценивали правомерность действий компании. Нарушений не нашли. Но теперь управляющая компания пойти навстречу людям вновь не может. Привезти их на индивидуальные приборы учета возможно, когда соответствующие заявления подадут все без исключения жильцы. Где-то две трети введены в эксплуатацию. Соответственно, и начисление производить, или говорить о том, что необходимо производить с принятием индивидуальных показаний, пока не представляется возможным. Но у оставшейся трети квартиры либо нет хозяев, либо они еще не заселились. По статистике Госжилинспекции Края ежегодно с проблемой не введенных индивидуальных приборов учета к ним обращается десятая часть жильцов всех новостроек в Барнауле. Специалисты советуют людям внимательнее относиться к приему жилья. А владельцам квартир на Комсомольском 44 остается лишь ждать, когда их дом полностью заселится и станет действительно экономным. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.